Приветища! Это Субнатика Нижнуля, и мы продолжаем исследовать пещеры архитекторов. В одной из них мы сейчас и находимся. А чё вот это такое? Древнее декоративное растение. Причём оно в какой-то болотине растёт. Смотри, вон, пузырьки такие. Можно это собрать? Есть. Ничего нельзя. Растение отсеканить можно, нет? Что, и всё, что ли? Это вот всё, ради чего я сюда пришёл? Вот ради этого скелета? В фонтане хоть покупаться. Точнее, не фонтан, а водопад. Вода же сверху падает, правильно? Ну что ж, я уже голоден. Хочу есть, пить. Делал кучу скриншотов. Это не сердце. А, подожди, вот эта штука чё? А, она уже разлагается. Минус 14 к воде, но еда плюс 1. Значит, выкидываем. Мне это не надо. Выкинься! Так, господи, не выкидывайте. Ну и ладно. Видимо, только в воде выкинется. На сушу нельзя мусорить. Ну что, поплыли тогда обратно? Главное, чтоб у нас глайдер не сел. Там батареечка уже такая себе. Ну вот и чудно. Наша вылазка увенчалась успехом. Остается только почитать наш КПК и узнать, что там в итоге про этот скелет сказано. Где у нас инопланетные данные? Дистиллятор минералов не то. Обелиск. Во, скелет архитектора. Вот он. Плотный синтетический скелет, изготовленный из неизвестных инопланетных компонентов. По примерной оценке, материал скелета имеет твердость в 10 баллов по шкале Моаса. Он чрезвычайно устойчив к дроблению в связи с невероятно высокой ударной прочностью. Вот так-то, понимаешь? Но как его сделать, мы еще не знаем. Так, по карте вроде бы мы все точки Алана исследовали зеленые. То есть те координаты, которые он нам скидывал в КПК, мы их все исследовали. Теперь мы предоставлены своей судьбе. Куда хотим, туда и плывем, как говорится. Ну, я полагаю, что стоит плыть домой, потому что еды у нас нету. Тут еще один фрагмент морехода. Давай попробуем его отсканировать. Блин, вот единственное, что неудобно. Раньше ты кнопочку нажимал и сразу же вылезал из морехода. Фрагмент модуля аквариума. Есть у нас уже такой. А теперь ты выходишь из-за руля морехода. И только потом, когда ты еще раз нажимаешь на кнопочку, вылазишь из него вовсе. То есть два раза теперь надо нажать. Неудобнее, а как-то получается. А, что я туплю? Чего я туплю? Если я есть-то хочу, я ж могу рыбу поймать и приготовить в моем мореходе. У меня же теперь есть изготовитель тут. Что-то я эту рыбку сейчас схвачу. Рылохвост. И сейчас я его зажарю. Зажжу, зажжу, зажарю. Ну-ка, иди сюда, мой. Приготовленный рылохвост. Смотри, как он выглядит, когда приготовлен. Интересно. Ну, попробуем его съесть, что он там дает. Вода, еда. Ну вот, перекусили. И здорово. Значит. Значит, я предлагаю здесь отловить еды и еще поплавать в здешних водах, чтобы найти полезные вещи. Так. Может быть, мне удастся все-таки его отсканить. И узнать его тайные штуки всякие. Сейчас, сейчас, сейчас. Иди сюда. Иди сюда. А, так я его сканировал, получай. Не-не-не-не-не-не-не. Ху-ху-ху. Не поймал меня. Вот как от них убегать-то надо. А это что за чудная вещица? Непонятно. Ну, наловил приличный рыбех. В основном это рылохвосты и вот эти скаты. Так что сейчас поужинаем и продолжим наш поиск. М-да. Сразу все заживал, чтобы не пропало. А то бывает такое забываешь и потом у тебя в рюкзаке воняет тухлятиной. Так. Ну чего. Давай проверим по координатам. Значит, мы везде вроде бы были. Артефакт. Вот. Он показывает, что вот этот артефакт мы еще не нашли. РК-8. Были там. Значит, поплыли. Ку-59 исследовать. Блин, прикинь. Батарейки сели. Плыву такой, плыву. Слышу рев. Страшный рев. И не могу подвигаться. Думаю, неужели меня поймали? Оказывается, меня не поймали. У меня просто сели батарейки. Батарейки у нашего. Эту штуку выкидываем. Наконец-то я от нее избавился. Так, значит, энергию ячейку забираем. Ставим сюда новенькую. Давай. Чудно. Сюда тоже новенькую. Как-то быстро у нас все село. Теперь надо посматривать за батарейками, потому что больше у меня нету энергию ячеек. Ну что, спускаемся глубже. Смотри, какая красота. Я снова на него набрел. Огромный подводный мир в пузыре. То есть мир в мире. Пу-59. Как же мне тебя найти? Где же проход-то? Все, 300 метров. Мы доплыли. Ну, конечно, он здоровенный. Очень огромный. Решил, короче, заглянуть на остров Дельта. Все равно тут рядышком с ней плаваю. А там же есть фрукты или плоды. Не помню, как они правильно там называются. Короче, ягоды эти здоровые. Которые можно схромкать и пополнить запас жидкости. И не голодать. Пингвин тут что-то трут. Здорово, ребят. Интересно, я тут смогу пролезть туда? К этим плодам. Странные какие-то пещеры. Я таких ранее не видел. Вообще, я заплыл с другой стороны, раз майки впереди. Вот это да. Что за пещера такая? А, ну вот. Все, я вышел на остров. Хорошо, понятно. Пойдем тогда в другую сторону сходим. То есть это заход в пещеру. А еще надо эту штуку отключить, чтобы она мне глаза не мозолила. О! Пингвины что-то на меня вылупились. Как будто первый раз человека видят. Опа-на. С помощью этой технологии я вновь могу найти отпечаток своего народа. Они какое-то время выживали. А затем их след утихает. Ну ничего себе. Вот это я наткнулся. Кто бы мог подумать, что база Дельта построена на инопланетных останках. Оооо, гляди-ка, гляди-ка, чего я нашел. Хо-хо-хо. Пока искал. Там даже что-то написано. Отойди-ка. Шахта. Кого? Копа? Не вижу. Да, шахта Копа. И знак перево... А, нет. Копа. Ну, попробуем сюда за... Тихо-тихо-тихо. По-моему, меня краб чуть не шамбанул. А, или он уплыл. Он уплыл. Ну и здорово. Так, тогда разворачиваемся. Свет пусть будет включен. Выходим. Крабик, ты точно уплыл? Ну, вроде да. Возьму на всякий пожарный тут рыбок. Вот я вот... А, вот он ходит, крабик. Спокойно, 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 спокойно. Не прыгай на меня. Псих какой-то. Так, и что у нас тут? Куча всего интересного. А вниз-то как глубоко. Короче, ну это шахта. Тут добывали руду какую-то. Возьмем силородик. А это что за личинка? Каменная личинка. Можно отсканить. Сейчас я ее заберу. Что она дает? Челюсть, конечности, зеленое свечение. Безобидное. А можно ее съесть-то? Или что с ней делать? Несъедобная личинка. Ну и ладно. Плыви тогда. Что у меня от тебя? Какой толк? А это что за рыбка тут плавает? Ну-ка, ну-ка, иди сюда. Рыба-перо. Красное перо. Как пиратское имя. Опа, гляди. Что у нас в ящике? Стыковочная шахта. У меня теперь есть стыковочная шахта. Да прикинь. Классно-то как. А может быть я здесь краба найду? Сейчас поплаваем, посмотрим. Тут как бы... Либо вверх, смотри, можно куда-то проплыть. Либо вниз. Двери все закрыты. Здесь я никак не проплыву, да? Ну хотя, в принципе, можно было бы как-нибудь проплыть, если бы я был похудее. Так. Что наверху? Где-то наверху есть проход. Вот он. Внизу обнаружены богатыми минералами расщелины. Обнаружена геотермальная активность. Соблюдайте осторожность. Окей. Так, ну понятно. По этим пещерам мы, в принципе, можем выбраться на поверхность. Что нам не очень-то и хотелось бы. Ну ладно, чё. Давай рискнем и сплаваем вниз. Посмотрим, что внизу. Так, так, так. Всё это вот глубь... Ага, тут краба. Надо быть поаккуратней. Близко к ним не подплывать. А, тут ещё глубже можно спуститься. Ничего себе. Хорошо, что кислородные шарики поставили. Это прям очень круто. База-то тут огроменная. Наконец-то! Наконец-то! Фрагмент костюма краба. И краб у меня теперь весь собран. Шикар. А, нет, не весь. Блин, раскатал губу. Последний фрагмент нужен. А тут чего? Ну, я уверен, что последний фрагмент краба где-то здесь. Минералов реально очень много. Золота, титана. В огромном количестве всякого. КПК валяется. Обломки Авроры обнаружены. Выжившие подтверждены. Выжившие это тот чувак, за которого мы играли, скорее всего. Давай почитаем. Альтера опубликовала голосовые записи, подтверждающие существование выживших после крушения Авроры. Их передал торговый корабль «Солнечный луч», который обнаружил их сигнал SOS, когда пролетал недалеко от места крушения. Ага! И «Солнечный луч» тогда как раз таки попал под обстрел инопланетной пушки. А, ну тут видишь, что написано. «Задержка передачи из этой области космоса составляет как минимум месяц». Короче, это все старые данные. То есть получается, что все-таки крушение Авроры было, ну, где-то полгода назад. Учитывая, что пока я нашел эти КПК, а новости на этом КПК были давнешние, так что примерно полгода назад. Или год. Но точную дату, когда произошло крушение, мы узнаем чуть позже. Обязательно найдем КПК, где нам все расскажут. Ну, а я тем временем снова набрал кислород, и мы плывем вглубь. Воды бы, воды, пожалуйста, вода, вода, аптечка. Водички хочу попить, хочу. Дайте воды. Больше нигде ящиков нету. Вроде нету. А, вон, смотри. Здесь ящик. Надо разрезать. Отлично, у меня есть резак. Не проблема. Давай. Разрезайся. А, это ремонтный инструмент. Ё-моё. Вот он резак. Обычно их путаю. Так. Блин. Энергоячейка. Вот сейчас не до нее. Воды бы лучше дали. Что тут у нас? Титан. Ну, ладно. Титан да титан. О, там еще ящики должны быть. Поплыли туда. Костюм краба. Целёхонький. Смотри, какой красавый. Ну, все. Костюм краба у меня есть. В принципе, я бы мог его отсюда забрать. Он же целый. Просто залезть в него и все. Хотя он опален. Вон, видишь, поврежден. Как-то поврежден. Тихо, не прыгай так в меня. Не пугай меня. Все. Костюм краба у нас в руках. Он у нас есть. Фрагмент строителя. Доставка в шахту. Мне интересно, читать не буду. Метный провод. Что-то еще тут есть фрагмент. Бура костюма краба. Возможно, пригодится. Что-нибудь еще есть? Что ты тут возле меня трешься-то, а? Батарейка, что ли? Ништяк. Забираем. Улучшение реактивного ранца костюма краба. Задолбал, прогрессивный. Вода. Ну, где же ты вода? А, вон еще костюм краба. Разломанный был. Но его уже нет сканирования. Все. Будем дальше. У нас тут развилочка такая хорошенькая. Можно либо туда... О! Тут у нас артефакт есть. И кислорода у нас как-то не очень много. Ема. Что здесь? Пойдем, пузыри найдем. Кислорода нахватаемся и вернемся сюда сейчас. О! Замечательно. Еще и глайдер сел. Да. Хорошо, что тут хотя бы пузырики есть. Вероятность в 30%, что я отсюда выберусь живым. Как бы маленькая, но она есть. Еще и пить хочу. 30 секунд. Засекай 30 секунд. Если за 30 секунд не доберусь до морехода, то все. Мне карандец. Давай, детка, давай. Я верю. Гриби руками посильней. Мы уже вот-вот-вот-вот-вот. Мореход 70 метров. Черт. Ну же. Давай, 40. 30. 20. На последнем издыхании. Да. Все, все, все. Отходняк пошел. Значит, берем батарейку. Вот это скидываем. Что там еще скинуть-то можно? Вот это скидываем. Заряжаем глайдер. И поплыли смотреть на артефакты архитекторов. А, вода. Точно. Поплыли за водой. Нужна вода. Хотя далеко плавать-то и не нужно. Смотри, там пузырики плавают. Я просто чуть-чуть всплыл. И все, тут пузырик, пожалуйста. Есть еще пузырик? Пузырики, вы где? О, сколько у вас тут? Шикарно. То есть сейчас я наделаю воды, и все будет хорошо. Тут еще какая-то расщельная есть, смотри. А, вот эту расщельную мы видели снизу. Там контейнеры какие-то. Давай сплаваем, посмотрим. Может там водичка? Да нет, тут просто контейнеры. На самом деле мне крайне повезло, что тут куча пузырей плавает. До дома я бы точно не добрался. Без воды. Что там по улучшениям? Модуль хранилища костюма краба. Но это потом как не сделаем. Давай сейчас водички. Да, да, да. Напиться. Вдовольц. Ух. Снова спускаемся вниз. Можем продолжить исследование шахты. Жалко, конечно, что мореход сюда не пролезет. Очень жалко. Но вот костюм краба, в принципе, мог бы сюда залезть. Итак, вот она развилочка у нас. Мы плывем налево. Рука краба. И вот они, артефакты. Это одно из значимых мест. Его данные, несомненно, помогут нам в польсках. Такой же мы видели, где водопад. Он в водопаде был. То есть вот так вот тело архитекторов выглядит, что ли? Статуя инопланетянина. Ммм. У них четыре ноги было. Ну, то есть четыре конечности. Понятно. Что еще тут есть? Есть? Чего-нибудь? Неа. Ничего тут нет. Ну ладно, в другую сторону тогда поплывем. Продолжим плыть по рельсам шахты. Уверен, они нас куда-нибудь приведут. Куда-то вглубь. Интересная сетка вон там наверху. Она повсюду тут. Связана ли необъяснимая ионная сигнатура с исчезновением Авроры? Я думаю, что нет. Здесь тоже какая-то штука есть. Налобный фонарь. О, классная вещица. Надо будет ее обязательно сделать. Капец. Тут еще и вниз спуститься можно. Он краба. Ну, короче, здесь костюм краба нужен по-любому. Территория огромная, да? Ну, хотя не очень-то и огромная. Можно так поплавать. Что-то тут подсвечено. Фонарь можно подсканить, да? Фонарик? А, нет. Фрагмент бура. Краба. Все. Бур у нас есть. Кислородик давай возьмем. Бур у нас есть. Еще краб валяется. В принципе, по беглому обыску этой пещеры я тут больше ничего не вижу. Вот тут вот еще тоже на минералы. Это свинец, скорее всего. Все, выплываем. Шахту мы зачистили. Можно, кстати, через верх выпуть. Гляди-ка. Но я думаю, что рисковать сейчас не буду. Ну что, шахта обыщена. И это не может нас не радовать, потому что мы здесь нашли последние части краба. А это говорит о том, что в следующей серии мы с тобой обязательно робота-краба соберем. И это будет колоссальное событие. Мы сможем шариться с тобой везде. По оригинальной игре мы знаем, что краб это вообще крутая техника, между прочим. Ну а сейчас мы отправляемся домой. Я поем, посплю. И буду готовиться к следующей серии. Ну а тебе спасибо за этот просмотр, за путешествие вместе со мной. Не забудь поставить лайк, если тебе нравится Субнатика. И подписаться, если ты еще не подписан. А на этом все. Пока. Увидимся в следующем ролике.